Привет, с вами Егор Камелев и сегодня хочу рассказать вам о проектировании навигации. Это мои наброски, это неполноценная презентация к занятию из модуля номер 2 моего курса по проектированию. Просто решил поделиться с вами этой информацией. Уровень, наверное, для новичков и для проектировщиков среднего уровня, которые хотят навести порядок в голове. Пойдем от простого к сложному. Я здесь буду рассказывать и про работу в акшуре, но это по минимуму, набрасывание, так сказать, элементов на страницу, и про принципы принятия решений. Ни один проект, наверное, в вебе сейчас не обходится без логотипа, поэтому я начал с него. Мол, вытаскиваем виджет Box2, пишем на нем логотип, снимаем акцент с надписи. Это я описываю рутину, которую я обычно проделываю при проектировании навигации. Снимаем акцент с надписи, если у нас нет дескриптора. Приводим соотношение сторон логотипа к актуальному на основе реальных данных. Довольно распространенная ошибка, когда у дизайнера или у проектировщика есть реальный логотип, он может использовать нужное соотношение сторон, а они почему-то используют прямоугольник, который хорошо вписывается в дизайн. Кстати, если у нас на этом этапе логотипа не существует в природе, мы можем просто написать название проекта вместо него. Дальше мы к нему добавляем дескриптор, если это нужно. В этом случае мы избавляемся от надписи логотип, так как она избыточна. Серый квадрат с дескриптором под ним идентифицируется стопроцентно как логотип. Скорее всего, чуть позже мы снимем акцент с дескриптора, уменьшив шрифт и изменив цвет. Логотип является ссылкой на главную, иногда даже на самой главной странице. Например, это полезно, когда речь идет о новостной ленте, которую пользователь хотел бы обновлять вручную, кликая по логотипу. Но матерые SEO-эксперты в моем окружении, во всяком случае, утверждают, что это плохо отразится на поисковой оптимизации. Кстати, круто, когда по логотипу можно понять, чем занимается тот сервис или компания на страницах, в которой мы оказались. Но это уже не в руках проектировщика. Основное меню навигации. Воспользуемся картой сайта из функциональных требований и перепишем оттуда пункты меню навигации первого уровня. Функциональные требования – это такой специальный документ, который составляется еще перед началом работы по проектированию. У меня, кстати, есть целый курс, который рассказывает о том, как они составляются. Там, в том числе, есть рассказы о том, как составляется карта сайта по ним. Если у нас небольшой ассортимент основных разделов до 7 пунктов, то наша задача проста. Основное меню навигации практически готово. Вот мы их вытащили в горизонталь, и все. Теперь расставим приоритеты в этом меню в соответствии с частотностью запросов. Предполагаем их или берем из метрики, если это рефакторинг. Грубо говоря, поменяем порядок пунктов местами. И вот я показываю, что я здесь поменял порядок пунктов местами на основе моего предположения, какие из них будут пользоваться популярностью, а какие нет. А если бы у меня была реальная метрика, я бы посмотрел там, какие разделы реально более популярны, и выставил бы их вперед. Но все не так однозначно. На самом деле стеллажи не пользуются популярностью, и клиент попросил нас как-то выделить их в меню. Мы их просто поставили после первого пункта. То есть мы можем делать такие искусственные перестановки, если нам нужно привлечь внимание пользователя к какому-то разделу искусственным образом. Могли бы, например, поставить рядом с этим пунктом какой-нибудь значок. Многие так делают. Вспомним информацию, которую собирали перед проектированием. Проверяем, говорят ли пункты меню на одном языке с клиентами. Нет, не говорят. Клиенты серьезные люди, поэтому избавляемся от всех уменьшительно ласкательных. Вот у меня были столики, стульчики и прочее. Я переименовал эти пункты, теперь они говорят на одном языке с нашими клиентами. Это еще один из пунктов чек-листа при проектировании навигации. А еще самое время подумать, вместится ли в то же пространство меню, переведенное на другой язык. Но если наше меню на русском, нам повезло, большинство других языков они короче. Дальше отделим основное меню навигации визуально от всего остального. Пока что просто используем подложку. И пока мы не зашли слишком далеко, вспомним, что рядом с пунктами меню навигации иногда полезно поставить индикатор с количеством чего-нибудь вложенного в эти разделы. Но точно не в нашем случае. Кстати, нужно понимать, что индикаторы будут менять ширину контейнеров в зависимости от размера числа. Если бы у нас было не 7 пунктов, а 11, например, то мы бы спрятали самые редкие подвыпадающие меню в кнопке «Еще». Стрелочка вниз показывает пользователям, что под этим пунктом что-то спрятано. Обратите внимание, пункты меню выровнены по вертикали со словом «Еще». А повторный клик на слово «Еще» скроет наше меню. Также это произойдет при клике вне меню. То есть, по сути, такие менюшки оформлены по принципу лайтбоксов зачастую. Можно часто встретить, как вместо «Еще» используют какое-нибудь другое слово или горизонтальный эллипсис. Это три такие точки в горизонтали. Иногда нам нужно показать сразу и второй уровень основной навигации. В этом случае мы можем использовать выпадающее меню при наведении на основное. Обратите внимание, мы визуально указываем на пункт, на который навелись. То есть, мы выравниваем группу пунктов второго уровня по центру относительно того, на который навелись в первом уровне. И нам уже не нужно делать стрелочку рядом со словом «Еще», так как логика использования этого пункта уже не отличается от остальных. То есть, при наведении на «Еще», а не при клике на «Еще» будет появляться меню навигации второго уровня, где у нас и спрячется все, что не влезло. А иногда нам нужно показать много-много пунктов в меню второго уровня. И в этом многообразии выделить группы и подгруппы. Что ж, можно и так. Для примера посмотрим существующую на просторах интернета структуру меню одного сайта. Обратите внимание, здесь создатели пошли по пути контекста использования мебели в первом уровне. То есть, у меня здесь были типы предметов, а здесь у нас в основном меню навигации и контекст использования этих предметов мебели в интерьере. Мы отделили разные уровни начертанием и табуляцией. А еще мы визуально отделили категории меню, разбив их вертикальными линиями. Вообще, у нас тут пространства много получается, и мы мало чем ограничены. Задача проектировщика – показать принцип формирования меню. Зачастую от нас не требуется перелинковать и проработать каждый из разделов. Нужно показать один проработанный в качестве примера. То есть, там какой-нибудь один пример раздела второго уровня, один пример раздела третьего уровня. И достаточно, не надо их все рисовать, они будут идентичными. Хотя разделы и не надо прорабатывать, само меню навигации проработать придется. Нужно будет заполнить выпадающее меню для каждого пункта. Это кропотливая и рутинная работа. Но, во всяком случае, я ее не люблю делать, но приходится. Видите, у нас осталось место справа. Часто такие места используются для каких-нибудь промо-блоков. Давайте и мы так сделаем. Но, опять же, не забывайте, что если у нас есть пустое место и хочется его заполнить, не обязательно стоит его чем-то заполнять, потому что это может отвлечь внимание пользователя от основных задач сайта. Нужно ли подчеркивать пункты меню? В таких обособленных блоках не нужно. Подчеркивание используется, чтобы отделить ссылки от простого текста. И если в блоке нет простого текста, то ссылки можно не подчеркивать. Все и так поймут, что это ссылки. Вертикальное меню или горизонтальное. Решение принимается для каждого конкретного проекта на основе множества факторов. Количество пунктов контекста использования типа устройств и т.д. Чаще всего вертикальное меню используется, когда нам не жалко вертикального пространства. Это происходит при проектировании интерфейсов под определенные рабочие устройства. То есть, когда мы знаем, что у нас будет системой пользоваться набор менеджеров, которые сидят в офисе за мониторами с определенным разрешением. Если это широкоформатные мониторы, у нас по-любому там всегда будет достаточно места, чтобы заюзать целую вертикальную колонку под меню навигации. А также, когда пользователь сам может управлять составом этого меню. Состав вертикального меню проще расширить или уменьшить, чем горизонтального. За примерами далеко ходить не надо, это тот же ВКонтакте или Фейсбук. Там у нас вертикальное меню навигации основные, расширяемые. Пункты меню навигации текущих разделов обязательно нужно отобразить в дизайне. То есть, текущие активные разделы, они отличаются от всех остальных. На этапе проектирования это не так важно, но не упустите это позже. А то не сделаем в прототипе, а дизайнер решит, что так и надо. При выделении активного пункта не используйте разные начертания. Это изменит ширину контейнера. То есть, не надо использовать жирный текст или наклонный. Работаем только с цветами как текстов, так и подложек. Вспомогательное меню навигации. Ну, давайте для начала подружим наш логотип и основное меню навигации в рамках шапки. Поставим их рядышком. И добавим подложку, чтобы обозначить всю границу шапки. Придется немножко изменить цвета в целом. Вспомогательное меню навигации ответит на вопросы, не связанные с контекстом поиска товаров в каталоге. Ну, или в случае с любым другим проектом. Это будут вопросы, не связанные с контекстом основного использования проекта. Поэтому мы сделаем эти важные, особенно для интернет-магазинов пункты, особняком от основного меню и назовем его вспомогательным. Эти пункты не должны визуально конкурировать с основным меню навигации, поэтому мы сделаем их поменьше и не такими яркими. Наличие такого вспомогательного меню в шапке определяется важностью этих элементов для того или иного проекта. Иногда их можно смело переместить в подвал. Вспомогательное меню тоже может содержать ссылку еще, но уж вряд ли оно будет двухуровневым в сквозном варианте. Вместе с тем, второй уровень может появиться уже на странице того или иного раздела из вспомогательного меню. Кстати, когда пунктов меню основного и вспомогательного немного, можно их вообще поместить в одном блоке, все так же визуально отделив друг от друга. А еще можно встретить случаи, когда вспомогательное меню делают частью основного, пряча под кнопку «Еще». Помните, мы начали с того, что разместили логотипы основной меню навигации в рамках одного большого блока под названием «Шапка». Так вот, довольно часто можно встретить решение, где логотип является частью основного меню навигации. Логотип, основное меню навигации, дополнительное меню навигации. По сути, вся наша навигация визуально разделенная на три блока и выполняет все те же функции. Если у нас мало пунктов, лучше так и делать. Когда у нас компактный узнаваемый логотип, не требующий дескриптора, это очень хорошее эргономичное решение. Кстати, ничто не мешает нам использовать «Еще» или «Эллипсис» в таком компактном решении. То есть, если у нас все-таки больше пунктов, а ради сохранения компактности мы можем использовать тот же самый «Эллипсис». Функциональные меню навигации. Вспомним, на чем мы остановились. На логотипе с дескриптором, основном меню с кнопкой «Еще» и вспомогательном меню. Давайте рассмотрим разные случаи функциональных меню, то есть меню, вызывающих важные функции системы, либо переводящие нас в спецразделы с этими важными функциями. Начнем с уточнения региона. Стрелочка вниз показывает меню выбора региона. Иконка слева от региона автоматически определяет нашу локацию. При проектировании не забываем, что длина будет отличаться для разных регионов и закладываем для этого достаточно места. Меню выбора языка интерфейса. Мы его показываем для примера в шапке, однако чаще оно прячется в подвал. Но, разумеется, решение принимается каждый раз заново в зависимости от проекта и требований к нему. Часто важно нам язык все-таки показывать сверху, на видном месте. Если у нас пара-тройка языков, это будет простой набор ссылок с оригинальными названиями языков. Если же их планируется много, придется проектировать специальное меню, как в случае у нас. Давайте избавимся от него и рассмотрим пример с кнопкой. Это может быть вызов мастера, форма заявки, расчета, обратной связи. Это может быть основным призывом к действию на странице, то есть она яркая, привлекающая к себе внимание кнопка. Или вспомогательным, уже с меньшим акцентом. Или совсем незаметным функциональным элементом, например, заказ обратного звонка рядом с номером телефона. К функциональным меню я отношу также разделы с избранным, отложенным, сравнением. Часто они сопровождаются иконками и индикаторами с количеством добавленных элементов. Иконки помогают соотносить разделы с соответствующими кнопками в каталогах, а также сокращать это меню при адаптировании интерфейса. То есть у нас слова исчезнут, а иконки с циферками останутся. Пока мы не двинулись дальше, обратите внимание, какой беспорядок у нас развелся в шапке. Проблемы и с позиционированием элементов, и с их выравниванием. У нас это произошло, потому что мы прорабатывали интерфейс, последовательно усложняя его. На практике же проектировщик вытаскивает на полотно все необходимые элементы с самого начала и принимает более объективные решения, как их расположить. К функциональным меню также я отношу и корзину, если таковая имеется на сайте. Что про нее можно сказать? Корзина обычно сопровождается особенной кнопкой с изображением корзины, иконкой, количеством товаров, находящихся в ней, ценой и кнопкой, приглашающей перейти в корзину. В зависимости от разных типов проектов и требований, те или иные элементы могут отсутствовать. Видите, как я написал TOF вместо товара? Это связано с тем, что в противном случае придется программировать склонение слова товары в зависимости от числительных. Поэтому лучше придумывать универсальные решения, в том числе подходящие для разных языков. Мои решения корявые, но ход мысли иллюстрирует. Кстати, менее корявое решение будет от товара в двоеточие два. Не забудьте, что для этого блока существует вид, когда в корзине пусто. Проверьте, не нарушит ли он ваш дизайн. А также не забывайте, что в современном мире многие знают, как пользоваться этим инструментом. И иногда ради компактного отображения можно сократить это решение до минимума. Дайте волю фантазии, но не увлекайтесь. Вашим пользователям, возможно, понадобится больше информации для удобного пользования системой. Двигаемся дальше. Пользовательское меню навигации. Ну вот мы и добрались до него. Возьмем за основу тот винегрет, который наворотили в прошлом разделе. Давайте его слегка упростим визуально, воспользовавшись читерским методом. Уберем дескриптор из-под логотипа. Таким образом у нас целая строчка освободится. И снимем акцент с оформления заказа. Это нам заодно и высоту шапки уменьшит на целую строку. Эта строка нам потом пригодится. Пользовательское меню имеет два состояния. Для авторизованных пользователей и для неавторизованных. Неавторизованным обычно показываются такие варианты. Ссылка для входа и регистрации. Ссылки на личный кабинет. Она может выглядеть как войти. Войти в личный кабинет, просто личный кабинет. Или кнопка авторизации, обычно с текстом войти. А также внутри нам предложат авторизацию или регистрацию на выбор. Кнопка входа не должна конфликтовать с другими функциональными элементами навигации. В данном случае оформить заказ. Поэтому пришлось изменить ее размер и цвет. Мы с вами воспользуемся старой доброй версией с двумя ссылками. После авторизации на месте этих ссылок, а не в какой-нибудь другой части интерфейса, появится выпадающее пользовательское меню. Вот оно. И вот оно. Оно может быть оформлено разными способами. Иконкой и именем пользователя, адресом электронной почты, вообще отсутствием имени пользователя и словом личный кабинет. Но последний вариант плохой. Нам нужно, чтобы пользователь мог, взглянув на страницу, идентифицировать, в каком аккаунте он авторизован. То есть нам нужен какой-то уникальный идентификатор чаще всего. Кстати, именно поэтому в социально ориентированных системах рядом с именем будет размещена и небольшая аватарка с реальным изображением пользователя. Стрелочка вниз, очевидно, укажет на то, что это выпадающее меню. Тот же принцип, что и с «Еще», и с «Санкт-Петербургом». Обратите внимание, здесь у нас уже нет возможности выровнять меню по имени пользователя, потому что его длина будет отличаться от пользователя к пользователю, и нам может не хватить места справа. Пользовательское меню, оно вертикальное, состоит из основной части и функциональной кнопкой «Выйти». Ну, это в моем случае, как я здесь нарисовал. При этом функционально она отделена и оформлением, и расстоянием, чтобы по кнопке не попали случайно. При необходимости мы можем усложнять весь этот блок. Разбить на подкатегории, добавить более подробную информацию в идентификатор пользователя, сделать выпадающие пункты для второго уровня, сопроводить пункты иконками, здесь не показано, но мы могли бы иконки здесь добавить, сделать переключение между аккаунтами, добавить еще функциональных меню, допустим, язык или отправка отзывов. Но самое главное, конечно, использовать все это пространство, чтобы сделать работу с системой более понятной и очевидной для пользователя. Как и в случае с любым другим вертикальным меню, мы почти не ограничены по пространству. Мы его можем увеличивать и в ширину, и в высоту. Вместе с пользовательским меню в наследство нам могут достаться некоторые важные пункты, которые мы отобразим прямо в шапке. Например, мои заказы и уведомления. То есть, когда мы авторизованы, у нас помимо пользовательского меню могут появиться еще какие-то дополнительные элементы. Для них место заранее закладываем. Уведомления обычно сокращают до иконки индикатора новых уведомлений. Это функциональное пользовательское меню. Так как их функция «Привлечь к себе внимание» обычно оформляет несколько ярче, чем я показал в примере выше. Кстати, в индикаторе зачастую не обязательно указывать количество уведомлений. Пользователь и так об этом узнает, кликнув по иконке. То есть, мы просто можем использовать маленькую красную точку, чтобы привлечь внимание к этому разделу. Также к пользовательскому меню мы отнесем такие сквозные штуки, как систему сообщений, функциональные кнопки по добавлению нового контента и так далее. В общем, все, что доступно только в рамках использования персональной части системы, недоступны другим. Хлебные крошки. Понятие хлебных крошек взято из сказки про Гензель и Гретель, отец которых отвез их в лес, оставив там на погибель. Однако умные дети по дороге сорили хлебными крошками, а затем по ним сумели вернуться домой. Взглянем на это в навигации. То есть, вот мы показываем вложенные разделы, зашли в каталог, увидели подразделы каталога, зашли в кухню, увидели подразделы кухни, зашли в кухонные гарнитуры, выбрали там модульные кухни. На схеме показан наш путь из каталога в подраздел модульные кухни в развернутом виде. Такой путь в виде хлебных крошек выглядел бы так. Он такой маленький и серенький, потому что в рамках дизайна хлебные крошки обычно выполняют вспомогательную функцию. Косые черточки могут быть стрелочками или точками, но желательно все-таки, чтобы визуально считывалась вложенность одного раздела в другой. Так что вариант с точками, он не очень хороший, если вы его встретите на сайтах. Кстати, по-моему, на Яндекс.Метрики точки используются. На первом месте может стоять ссылка на главную. Если главное не находится на одном уровне с остальными разделами, как это сделано у нас. То есть у нас главное – это одноуровневый раздел каталога, поэтому в нашем случае главное не было бы. При этом зачастую в таком случае не пишут главное, а используют иконку с домиком. Давайте вставим этот элемент в нашу шапку, точнее под нее. Обычно сразу под хлебными крошками будет заголовок текущего раздела, который, кстати, тоже является частью навигационного решения, оповещая пользователя о том, где он находится. Все элементы хлебных крошек будут являться ссылками на соответствующие разделы. Иногда к тому или иному разделу можно добраться разными путями. В этом случае в хлебных крошках либо используют какой-нибудь путь по умолчанию, когда мы попали на эту страницу из поисковика, либо программируют хлебные крошки таким образом, чтобы они повторяли пройденный пользователем путь. То есть значения будут сюда подставляться в зависимости от пройденного пользователем пути к целевому разделу. Кстати, иногда в хлебные крошки засовывают и название текущего раздела. В таком случае в этом блоке будут и ссылки, и не ссылки. Поэтому визуально отделяем их подчеркиванием, как в примере здесь. Поле поиска Поиск — это одна из лучших частей навигационного решения, которое перенесет нас к желаемой цели напрямую. Обычно он состоит из текстового поля с подсказкой и кнопки «Найти». Раньше можно было встретить вариант с «Искать», но со временем люди стали более оптимистичными. Вместо кнопки с текстом может быть иконка, которая тоже выполняет функцию кнопки. А может вообще ничего не быть. Иногда потому, что дизайнер сказал «Пускай жмут Enter» на клавиатуре. А иногда потому, что в автоподстановке результатов есть кнопка «Показать все результаты». Автоподстановка появляется, когда мы начинаем вводить текст в поле. Таким образом это избавляет нас, например, от сценария, когда мы нажали на кнопку «Найти», ничего не введя. Неплохо. Маленький крестик в поле справа помогает быстро очистить это поле. А еще поиск может быть настолько вспомогательной штукой, что мы заранее скрываем его под иконкой. И поле может появиться, раздвинув или перекрыв остальной контент, или же вообще оказавшись в модальном окне. Бывают даже случаи, когда при клике на иконку мы сразу перейдем на специализированную страницу поиска. На сайтах, специализирующихся на поиске, иногда поле сопровождают рекомендации, чего бы такого поискать сегодня. При клике по рекомендации она сразу подставится в поисковое поле и осуществить по себе поиск. А бывают случаи, когда поиск сопровождают выпадающим списком с выбором, по какому разделу искать. Сомнительное решение на самом деле. В нашем случае давайте сделаем поиск частью основной навигации. Используем вариант с иконкой. Это поможет при дальнейшем адаптировании интерфейса, потому что у нас можно будет сократить поиск не до широкой кнопки найти, а до маленькой иконки. А также иконка не будет конфликтовать с кнопкой оформления заказа. То есть если у нас здесь будет кнопка найти, а здесь будет кнопка оформить заказ, а здесь в неавторизованном состоянии будет кнопка войти, это будет вообще шляпа. Меню переходов между проектами. Когда проекты развиваются и разрастаются, зачастую в них появляются новые направления. Эти направления обычно связаны между собой, но находятся на разных доменах. И в какой-то момент собственники решают объединять их в едином меню навигации между проектами, чтобы распределять трафик. То есть чтобы пользователи одного проекта узнавали о существовании других. Для примеров можно взглянуть на Яндекс, Гугл, Илмарт и так далее. Для переходов между проектами может быть, меню переходов между проектами может быть частью основного меню навигации и будет открывать ссылку в новом окне. Вот как здесь, например. БУ мебель нас поведет на вообще отдельный проект, который откроется в новом окне, который занимается исключительно БУ мебелью. Для этого лучше сопроводить нужные пункты меню определенным значком. Да, если у нас что-то открывается в новом окне, лучше значок использовать. Хотя, например, Яндекс не использует значки и вроде никто не жалуется. А также такое меню может располагаться отдельно в собственном блоке. Такой блок может располагаться и в подвале, как, например, на сайте Ozone.ru. Ну, чаще мы его видим в шапке. Например, по-моему, в Юлмарте есть что-то похожее. А в Яндексе это часть основного меню навигации. А дальше возможны вообще любые вариации. Но важно учесть одну штуку. Если проекты сделаны в едином стиле и с похожей навигацией, мы открываем их в одном окне, потому что мы окажемся в чем-то схожем, со схожим меню навигации и переключения между проектами. А если это реально разные проекты, и при переходе по ссылке мы попадаем на сайт с уже другой навигацией, с другой структурой и без меню перехода в другие проекты, то открываем их в новых окнах, чтобы не путать сущности. Навигация второго уровня При проектировании меню навигации второго уровня мы пользуемся теми же принципами, что и при проектировании первого уровня. Решаем, будет оно горизонтальным или вертикальным, определяем важность пунктов и необходимость показывать их все сразу, определяем необходимость внедрения вспомогательных меню и прочего. То есть схема та же. Но соблюдаем следующие правила. Во-первых, второй уровень навигации должен быть визуально отделен от первого. В данном случае вкладки я использовал. При взгляде на интерфейс должно интуитивно становиться понятно, к чему относится контент открытой страницы и где конкретно мы находимся. То есть мы сейчас находимся в разделе готовые комплекты, точнее в подразделе готовые комплекты, раздела кухонной гарнитуры. Это решение, кстати, слишком навороченное, его бы нужно было упростить на практике. В данном случае я использовал горизонтальное меню и я оформил его в виде вкладок. Из заголовков первого и второго уровня нам максимально понятно, где мы находимся. Но это решение реально громоздкое. Смотрите, у нас сколько места под все это. Отведено 400 пикселей по высоте. Скорее всего, на этапе доработки нужно будет сделать его более компактным. Вертикальное меню могло бы выглядеть таким образом. Меню слева, справа уже заголовок второго уровня. Оно кажется более компактным, но на самом деле мы забираем целую вертикальную колонку, которая в случае высокой страницы съест куда как больше места. Что так и есть. Если мы проектируем меню навигации второго уровня, где посетителям важно, какие разделы они уже смотрели, а какие нет, то мы выделяем посещенные ссылки цветом. Основные решения по меню навигации второго, третьего и так далее уровней принимаются еще перед самым началом работ при анализе карты будущего проекта. Поэтому неожиданно мы не окажемся с вами перед необходимостью проектировать меню навигации четвертого уровня. Это все еще изначально видели и предполагали. Подвал. Подвал находится в самом низу страницы. Спасибо, капитан. Это то место, куда упирается пользователь, изучив все остальное. Логично. Поэтому здесь мы не экономим на пространстве, то есть подвал может быть довольно большим по высоте. А также стараемся предложить пользователю наиболее интересные варианты движения дальше по пользовательскому сценарию. Рассмотрим самые распространенные элементы, которые попадают в подвал. Это очевидно копирайты. Условия использования и политики конфиденциальности. Продублированный поиск, если мы его хотим продублировать. Иногда непродублированный, когда мы его в шапке не размещаем, а он на вспомогательную функцию несет, мы его сразу в подвал впихаем. Меню навигации в максимально развернутом виде. Сюда попадут и основные, и вспомогательные меню, развернутые настолько, насколько позволяет здравый смысл. Переключалка языков. Чаще всего она все-таки в подвале, а не в шапке. Форма подписки на рассылку, ссылки на представительство в соцсетях, контактная информация в развернутом виде. То есть видите, наш подвал растет, растет, мы сюда все что угодно можем вставить. И так далее и тому подобное. Сертификаты, поддерживаемые способы оплаты. Обычно можем видеть банковские карточки на банковских сайтах. Счетчики и многое другое. Все то, что хотелось бы показывать пользователю на каждой странице проекта, но нам жалко было занимать это место в шапке, так как много информации будет отвлекать от главного. То есть все наши хотелки мы помещаем в подвал, если они противоречат, опять же, здравому смыслу и важности. О чем не стоит забывать. Кнопка наверх – это тоже часть навигации, только локальной. Сразу над подвалом может быть размещена кнопка наверх, которая проскролит страницу к шапке. Она нужна на больших по высоте страницах и позволяет быстро переместиться к основному меню навигации. Чаще всего, ну, либо к фильтрации вверху страницы, либо к еще чему-то, в общем, что сверху. Чаще всего ее размещают в правой части страницы во вкладке с подписью наверх. Но иногда ее можно увидеть и слева сверху, например, в ВКонтакте, или посерединке, или слева снизу. Правила не уникальные. Альтернативным решением может оказаться прилипающее меню навигации сверху. На простых сайтах можно сделать шапку изначально приклеенной к верху страницы при скроллинге, если она у нас мало по высоте занимает. На сайтах же со сложной навигацией обычно при скроллинге шапка вниз упрощается, и приклеенным остается лишь самое важное. Также не стоит забывать заложить в интерфейсе место для перехода в административную панель для модераторов и администратора. Иногда это будет просто ссылка, которая незаметно встраивается в основное или вспомогательное меню навигации, а иногда мы закладываем для этих целей целую панель. Любой навороченный проект с админкой. Не забываем про кнопку «Назад», которая в случае отсутствия хлебных крошек в разделе поможет нам вернуться в предыдущий. Разумеется, ее нужно ставить туда, откуда пользователи в соответствии с задуманными сценариями захотят возвращаться в предыдущий раздел. Часто возвращаться в предыдущий раздел. То есть если у нас сценарий такой, где пользователь заходит в раздел, а потом ему надо быстро возвращаться назад, лучше эту кнопку подставить, чтобы она там всегда была. Еще одним штрихом в проработке навигации будет этап, который обычно находится в самом-самом конце проектирования. Проектирование аджкейсов и тупиковых сценариев. В контексте навигационного решения лучшим примером будет какой-нибудь экран, где пользователь уже выполнил целевое действие, например такой. Корзина, ваш заказ успешно сформирован и отправлен на проверку. Чтобы пользователь не размышлял, что же ему теперь делать, грамотно организованная система порекомендует ему дальнейшие шаги. Ваш заказ успешно сформирован и отправлен на проверку. Следить за его статусом вы сможете в списке заказов, а также вам предлагаем, например, ознакомиться с новой публикацией. Такие же ссылки нам нужны и на 404 страницах, и на любых крайних тупиковых сценариях. Подобные ссылки помогут удержать пользователя на сайте, если в этом существует необходимость. Вот в принципе мы по всему и пробежались. Это довольно поверхностный был обзор в непосредственно курсе во втором модуле. Все эти вещи будут разобраны более подробно. А также я обязательно расскажу, как каждую из этих частичек, которые я вам показал, адаптировать на этапе адаптирования интерфейсов. И также я поделюсь с вами основными принципами формирования меню навигации, часть из которых мы в том числе возьмем из гайдлайнов Google Material Design. А здесь у нас с вами на сегодня все. Спасибо за внимание. Мне очень важна обратная связь. Как вы видите, я подавал материал в таком сыром виде, это не презентация, но может статься, что вам это окажется полезным и понравится. Если понравилось, напишите об этом комментарий. Если не понравилось, тоже дайте обратную связь, скажите, чтобы я что-то подкорректировал, чтобы оно удобнее воспринималось. Также не забуду упомянуть вам о том, что я сейчас продаю первый модуль курса про функциональные требования, про сбор и составление функциональных требований. Покупайте полезная штука. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание и увидимся с вами в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok